Покаяние Надо сейчас что-то сказать. Но как может человек, оглохший, ослепший от греха, говорить о свете, о красоте? Потому что покаяние — это свет. Ты — продукт этого мира, этого мира, который лежит во зле. Ты живёшь такой жизнью, где грех — это норма. Ты живёшь чувствами, эмоциями, своими желаниями, какими-то душевными переживаниями. И вроде это нормально. Вроде так и надо жить. Так живёт этот мир. Тогда зачем говорить о свете, о вечности, о любви, которая побеждает мир? Очень непонятно. Казалось бы, в какой-то период жизни ты встретил Бога. Или Он тебя встретил и принёс, привёл в храм. Казалось бы, тебе была открыта новая жизнь. И это было. Это ж не обман. И ты видел в каждом человеке красоту Божию. Ты видел Бога во всём, что происходит в твоей жизни. И была благодарность. Но это ушло. И ты живёшь своими маленькими проблемками, которые человека, идущего за Христом, вообще не должны волновать. Мы ж идём-то на Голгофы, друзья мои. Мы ж не идём куда-то отдыхать, куда-то, понимаете, за какими-то подарками, наградами. Мы идём умирать. И ты это понимаешь. И ты пытаешься уйти. Пытаешься уйти от этого прямого, но узкого пути. и извиваешься, как уж на сковородке, только бы, только бы не отдать своего ветхого человека, не отказаться от него, только бы оставить его и оправдать свой билет. Критерии, которыми должен жить человек-христианин – это послушание, это смирение, это понуждение. Я не томлю томящего меня. Я его очень хорошо кормлю. Я его очень хорошо берегу. Мы с ним дружим, с этим томящим. Мы заключили с ним союз. Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай. Ты понимаешь, что твой жизненный ресурс сокращается. что скоро придется расстаться со всем тем, чем тебя кормит этот мир, чем он тебя пичкает, чем ты заражен. Но ты не собираешься расставаться с этим. И сейчас вот пост, да? И многие говорят, я так в первую очередь. Ух ты, сейчас придется, сейчас придется, да, от чего-то отказаться, да? Может быть, чуть-чуть не покушать, да? Чуть-чуть поклончиков поделать, да? Что-то, может быть, немножко ограничить. И уже как-то тебе страшно, да? И ты привык не ограничивать себя ни в чем. Ты привык сам рисовать свой жизненный график. Ты привык сам быть режиссером своей жизни. Бог там есть. И, наверное, его немало. Но он под контролем твоего ветхого человека. Понимаете? Вот это мои границы. Вот это моя часть. А вот это я уже тебе отдам. Бери, пока дают. Но, знаете, есть у нас Святая Церковь. Есть то знание о Боге, которое мы получили, войдя в Церковь. И это не теоретические знания, это практика. Есть Христова любовь и чаша, в которой растворяются грехи и живых и мертвых. И в этом наше спасение. Во мне его нет. И я его не хочу. Простите, что я так говорю. Но я говорю так, мне глупо сейчас что-то говорить такое, что не относится ко мне. Да. Я очень мало думаю о вечной жизни, но я много думаю о временной жизни. О маленьких удобствах, которым я очень привязан. Очень, знаете, так все очень просто. И, действительно, за миску супа ты можешь отказаться от своего первородства. И это реальность. Понимаете? Я думаю, что все не так. Это я о себе говорю. Простите, но мне надо же каяться как-то. Хотя покаяние – это изменение жизни, а не просто слово, не просто слеза, какой-то эмоциональный порыв. Это изменение жизни человека, которому ты сегодня, к сожалению, не готов. Потому что духа не хватает. Потому что все переводится на материю, все переводится на душевность, все переводится на язык этого мира. А нужно быть наоборот. Мы должны все одухотворять. Гори, имеем сердца. Мы должны шаг за шагом подниматься, подниматься, подниматься. над своим болотом, в котором ты привык лежать и еще жаловаться на свою жизнь. Не знаю, сколько еще мы будем с вами вместе. Но я надеюсь, что мы встретимся в Царстве Небесном. Я верю, что вы все попадете в Царство Небесное. Я хочу бороться за эту веру. В этом смысл моей жизни вообще-то. А мир, он лжец, мир всегда обманет, всегда уведет от Христа. Потому что его законы не совпадают с законами Христовой любви. Вы понимаете, какую мы имеем привилегию, назвав себя православными людьми? Православный человек побеждает этот мир, потому что его победил Христос. Православный человек побеждает плоти кровь, которую Царство Божие не наследует. Православный человек уже здесь, в этом временном мире, живет вечностию. И вот Великий Пост — это наш путь. Вечность к воскресению. Потому что вечности не может быть там, где есть смерть. Вечность может быть только там, где есть любовь. А как поверить, что сможешь любить, когда ты самых близких людей? По своей природе любить не можешь, ведь ты эгоист. Но Господь бережно, терпеливо работает над каждым из нас. Он с такой любовью дает нам домашние задания. И несмотря на то, что мы их не исполняем, переводит нас в новый класс, на ступеньку дальше. Иди, попробуй, сделай. Получится. Не бойся. Только веруй. И это нужно ценить. Это нужно беречь. В мире очень много хороших, добрых, честных людей. Но это совершенно другие понятия. И вот я общался с людьми прекрасными, понимаете, хорошими, видно, хорошими. Но они не понимают вообще, в каком состоянии находится душа и какой может быть красивый человек, когда в нем живет Дух Святой. В нем может быть Христос. И спасение наших близких, людей, которые нам дороги, которых мы молимся, зависит от того, увидят ли они в нас Христа или нет. Вот задача, понимаете. Она же неразрешимая. Эта задача невыполнимая. Кто может спастись? Да никто. Но спасает нас Христос. Хотим ли мы этого спасения? Навряд ли. Но есть слово. Или хочу, или даже если не хочу, но ты меня, Господи, спаси. Мы прожили очень непростой год. Но он очень нам был нужен. Очень был нужен. Я думаю, этот год будет не проще. Но чем тяжелее, чем сложнее жить, чем ты должен сильнее держаться за Христа, быть в объятиях Отчих. Потому что, когда наступит телесная смерть, нам нужно, чтобы она не разорвала нашу связь с Богом, и мы остались с Богом навсегда. Ради этого мы нашли путь к храму. Ради этого мы здесь вместе. Ради этого мы будем себя в чем-то понуждать, в свою меру. Ради этого мы ждем Пасхи, когда все вместе будем возглашать, что нету смерти, а есть жизнь, и она во Христе. Поэтому, конечно же, я хочу попросить прощения у всех, потому что я просто не соответствую ни по каким параметрам. Вообще ни по каким тому служению, тому благословению, которое я несу в Святой нашей Церкви. Это, говорю я вам искренне, я это вижу, но уйти и сказать, я не соответствую, я спрячусь, это было бы трусостью и предательством. Поэтому я буду до конца, до конца пытаться послужить Богу и ближнему, а то, что я напичкан грехами, у которых все построено на саможеление, на уныние, на малодушие, самолюбив, да вообще никакой вообще. Понимаете, я боюсь даже говорить о себе часто, потому что ты придешь в уныние, а тебе нужно жить, а чтобы жить, нужны силы. Уныние, кстати, такое вот безнадежие, это абсолютно несовместимо с покаянием. Покаяние как раз это светлое чувство, это доверие к Богу, это вера в то, что ты сможешь победить грех и остаться со Христом навсегда. Вот что такое покаяние, да. Поэтому, дорогие братья, сестры, отцы, матушки, батюшки, простите меня грешно, потерпите на мне, сколько вам еще можно будет потерпеть, и помолитесь обо мне грешно, чтобы Господь дал мне силы дойти до Светлого Воскресения, до Пасхи. Это для меня сейчас большая проблема тоже, по моему малодушию. Простите меня грешного и помолитесь обо мне. Спасибо. Спасибо. Спасибо.